Комическая и новаторская опера Шостаковича Нос, написанная по повести Гоголя, вошла в репертуар Леонского оперного театра. Визуально яркое представление искусственно выстроил южноафриканский художник и режиссер Уильям Кентридж. Фантастическая история исчезновения Носа у петербургского чиновника Ковалева теперь происходит в Ленинграде в начале 20 века. Нос Ковалева прогуливается по сцене как бумажный персонаж или превращается в тень и развлекается на экране. В оформлении спектакля доминируют разножанровые коллажи. Они включают видеотрюки, кинохронику и живые тени. Динамичные изображения проектируются на сценические заставки с газетными и книжными текстами. Водоворот коллажей включает фотографии Сталина и Шостаковича. Все персонажи предстают живо и убедительно. А тональный язык виртуозно-инструментированной оперы с обилием эксцентричных вокальных и оркестровых эффектов получил адекватное воплощение в сценическом действии. Оно стремительно разворачивается на разных уровнях, сверкая гротеском, иронией и юмором. Остроумно поставлены все 10 оперных картин. От обилия сценических символов и театрального авангарда кружится голова. Сценические костюмы, созданные Гретой Гуарис, доставляют богатейшую коллекцию идей и стилей русского авангарда начала 20 века. Оркестр театра под управлением японского дирижера Казуши Оно передает сатирический колорит партитуры, но недостаточно выявляет ее гротесковые эффекты. В этом театральном и музыкальном бурлеске главные партии исполняют замечательные русские артисты. Субтитры подогнал «Симон»